Добрый день, уважаемые любители шахмата, мы продолжаем изучать каталонское начало черных. Это видео немного необычное, потому что будет посвящено моим теоретическим разработкам одной теоретически известной позиции. Полный разбор этой позиции предстоит задачей данного видео. То есть мы должны узнать будем, стоит ли идти на эту позицию вообще за черных, и если стоит идти, то как в ней играть. Речь пойдет в одном из самых неприятных вариантов за черных в стенке, а именно с развитием ферзя на d3. Итак, d4, конь f6, c4, e6, g3, d5, сон g2, сон e7, конь f3, 2, 0, 2, 0, 2, 0, bd7, ферзь d3. c6, как обычно мы ходим, c3, b6, войдя d1, сон a6, b3, и войдя c8, это считается основным ходом. Но здесь я не буду на другие ходы зацепляться, кроме как e4, c5, e на d, e на d. Вот это вот ключевая позиция, и от ее оценки зависит, собственно, вариант с ферзь d3, насколько дает перевес белый. Ну и прежде чем перейти к разбору основных ходов, можно разобрать редкие, а также не встречающиеся покажения на практике. Начнем со стандартного данных позиции хода ферзь f5. Ну обычно перейти к переводится на королевский фланг, где помогает проводить атаку, но здесь это не является страшным. С d на c очень важный ход, слон f4, если d5, естественно слон станет на d6, и пешка заблокирована. А если белые ходят на слон e3, то после cd, пункт d4, нужно сделать очень важный ход, он часто встречается. В позициях подобного плана мы видим, что фигуры черных немного неорганизованы, ферзь особенно подвисает, ферзь встает на e8. И после конца c6, c, b, a, b, слон b7, код e7, ферзь e7, слон b7, вадя c3, b4, код e5, слон шипа, вадя e8, позиция абсолютно равна. Потому что черные могут поменять пешки ферзь его фланга, и на одном фланге пиво не пробьются. Следующий ход интересный, слон f4. Вот если вы хотите когда-нибудь расписать веселую ничью, то я вам покажу очень интересный вариант сейчас. d на c, ферзь c2. Грубокая компьютерная идея. Ну мы, естественно, должны сейчас ходить вадя e8, чтобы пункт освободить до слона или коня. Конь e5, c на d, белый жертвует пешку, и тут начинается красота. Вадя бьет d7, конь бьет d7, конь бьет f7. Ну, если сейчас поставить вам эту позицию на решение, то вы никогда не найдете непроигрывающий ход за черных. Потому что нюанс будет ясен только через 10 ходов. Этот ход c на b. Вот король f7 проигрывает ввиду. Слон d5, король f8, ферзь 7, ферзь f6 единственный ход. Ферзь g8, король e7, вадя e1. Конь e5, вадя e5, король d7, слон c6. Очень сильный ход. Ферзь c6, вадя d5, слон d6. Ферзь g7, вадя e7. Ферзь g4, король c7, слон d6. И приходится отдавать ферзя в позицию черных абсолютно проих. Но если черные ходят c на b, и он вынужден бить на b3 пешкой, потому что после ферзь b3, ферзь e7, конь h6, они дают только вечный шаг. Поэтому а на b, и вариант продолжается как там. Король f7, слон d5, король f8, ферзь g7, ферзь f6, ферзь g8. Вадя a6, ничего не дает ввиду, ферзь c3. Вадя a2, конь f6, ферзь h8, король e7, ферзь g7, король d8. И перевес материальных черных колоссальный, поэтому надо ходить слон b7, слон d4, слон c8. Вадя e1, король g2, ферзь c6. То есть, f3, ферзь b5 угрожаем атом, и белые нуждают повторять ходы. Ну, а собственно, если иный вариант продолжится, ферзь g8, король e7, вадя e1, конь e5, вадя e5, король d7, слон c6, ферзь c6, вадя d5, слон d6. И, собственно, теперь проявляется суть хода c на b, потому что ферзь g7 теперь не проходит, ввиду вадя e7, ферзь g4, король c7, слон d6, вадя e6. Вадя d6. И теперь разница между той конечной позицией данной, то, что здесь белые получают шаг, получают шаг. И из-за этого черные выигрывают, потому что после короля f3, вадя e5, белые должны отдавать ферзь, отступать обратно, невозможно, ввиду слона штрима. Вот это очень, конечно, все сложные нюансы. Вариант, конечно, очень красивый, я просто не мог его не показать. Очень такого другого я в анализах не находил, что промежуточный ход всплывает через 10 ходов. Ферзь f7, вадя e7, ферзь f5, король e8, слон d6, вадя e1, король g2, слон f1, король f3, ферзь c3, король g4, слон e2, король h4, слон f1. Можете когда-нибудь эту партию, если хотите с кем-то нечего расписать, сделайте. Эта партия может получить приз за красоту. Очень фантастический вариант. Итак, следовательно, ход слон f4 очень интересный и очень сложно черным без подготовки защититься домашней. Следующий ход ферзь c2, слон d и слон f4, мы это уже разобрали, слон e3 не несет никаких угроз, Веду к ходу конь g4, слон f4, cd, конь d4, конь g5, сильный ход, пешку белую, так просто отыграть. Например, конь f5, слон f6, слон e5, слон e5, b4, вадя c7, b5, слон c8, вадя c1, слон c3, ферзь c3, ферзь f6. Ну и после размена, получается равный мячпиль. Еще один редкий ход, это ферзь b1, всего несколько партий было сыграть на эту тему. Д на c, d5, ну естественно, если белый не ходит, в d5 они вообще ничего не претендуют, но эта пешка хорошо блокируется, и на c4 они так просто отыграют. Здесь партии Калуги, Никитин, черные пошли очень сильно, но пул под ферзь d7, после bc слон d4, вадя d2, ферзь g4, сильный ход, пешка на c4 грозит попасть под удар. А, допустим, а4, чтобы подготовить конь b5, слон c3, слон c3, выиграю эту пешку, но ввиду того, чтобы я успеваю разбить структуру, здесь получается гичья. Итак, редкие ходы, конечно, очень интересны, особенно слон f4, dc, ферзь c2, но теперь перейдем, собственно, к ходам, которые чаще встречаются на практике. Итак, и основной ход белых в этой позиции d на c. Согласно мегабазе, это продолжение приносило белым фантастический 100% результат в классику, но мегабазы не все партии, допустим, я могу собой гордиться, потому что в этом варианте я сыграл ничью в классику с чемпиона Украины 2010 года Сергеем Павловым. d на c, ну, здесь, допустим, ферзь b1, если походить, то нужно понимать, что слон a6 уже выполнил свою роль. Очень часто слон a6 ничего не делает, а его надо возвращать на b7, c на b, слон b4, слон d2, ферзь b6, конь a4, ферзь c5, и после размена всеобщего, в доске абсолютно равная позиция. Поэтому b на c, ну, и здесь партия с Павловым, и сделал сильнейший ход, вводя c5, конь b5, правильный ход, слон b5, c на b, вводя d5. И вот ключевая позиция. Здесь со мной Павлов походил ферзь f1, вводя d1, ферзь d1, слон c5, слон b2, конь e4. Павлов в партии походил конь d4. Я сделал солидный ход конь df6, который в итоге привел к ничьи на 86-м ходу. Ну, у меня походу партии в том момент было лучше, потом, естественно, чуть худшие вводя и на окончание. Но все это можно было быстро избежать. Просто был сильный ход конь f2, король f2, ферзь f6, король g1, вводя d8. Собственно, очень сложный ход для нахождения практической партии. Однако, оказывается, что конь d4 пал под двойную связку. Первый слон связан, во вторых король. Допустим, король h1, конь f8. Ферзь a4, слон d4, ферзь f1, ферзь e5. После много численных разменов на доске стоит мертвая ничья. Но если попытаться сделать усиление слон d4, то после слон bd4, ферзь d4, входим конь dc5, вводя d1. Если это ферзь d4, вводя d4, конь c3, слон f1, конь e2. Пешку сложно забрать, черный, но поэтому ладья е1 более точный ход. Ладья е8, ферзь d8, вводя d8. Выиграли белый темп, конь e5, f5, f3, конь c3. И все равно у них проблемы с этими пешками. То есть, пешка a7 слаба, но белый никак не может добраться. Поэтому, наверное, более точный ход, который делал гроссмейстер Глейзеров, это ход конь d4. Ну и, собственно, во всех партиях, к которым доходила эта позиция, черные, как и гимнозом, делали ход конь e5. Однако, есть более сильная альтернатива, именно конь c5. Если белый теперь ходит ферзь e3, то конь g4, ферзь f4, конь e6, fg4, вводя d4, все меняется на d4, слон f1, слон f6, вводя b1, вводя c8, черные давят, слон на 3, конь f3, короче, 2, конь f2, черные меняют коня на слон f1. И получается ничья. Поэтому, ферзь c4 следует играть. И тут сейчас получается еще одна картинная позиция. После конца e4, слон e3, слон c5, вводя d3, ферзь d7, вводя d1, вводя d8. Удивительная позиция возникла. Белые и черные связали друг друга и не могут добиться никакого прогресса. Ну, допустим, если они попытаются защитить вводю путем слона f1, они развязывают коня на e4, отступаем ферзем, и после размена всего материала, тут позиция абсолютно равная. Из этого можно сделать вывод, что в данной позиции ход d на c, несмотря на великолепную статистику, на практике, с теоретической точки зрения, ведет к абсолютно равной позиции. Поэтому переходим к более популярной альтернативе, а именно ходу слон b2. Слон b2 является самым популярным ходом. Ну, и здесь черный диод, ход вводя d8, освобождая пункты f8 до одной из легких веков. У белых несколько здесь ходов, но начнем с редких ходов, допустим, конь d2, так еще никто не играл. Белые хотят на tc побить к нему на c4. Ну, после c, d4, d4, слон c4, bc, fc7, ферзь успевает расказаться. И, собственно, пешка на c4 является слабостью. И после многочисленных размеров, да, белые остаются с двумя слонами, но слабостью на c4 это компенсирует. Также белые могут походить к нб5, но это преждевременно, поскольку белый ферзь попадает под темпы. Сд, c, bc, слон b5, слон b4, ферзь т2, c3, самый важный ход. Слон c1 и ферзь c7. И за счет того, что слон на b2 пошел на c1, два темпа потеряли, более пешка на c3 успел встать. Силы белых скованы, у черных даже небольшой перевернут. Если белые же входят с d на c, черные на длине церейхи, то есть, она d на c, b на c. И здесь важная новинка, это ход ферзь c7. Ферзь убирается из-под рентгена, пешку белые могут выходить. Желательно ходить конь b5, слон b5, c на d, c5. Получается типичная позиция d7. У белых два слона, но черные получают давление на фунт f2 после конца e4, размен c7, слон входит на c5. Практически, моя партия с Павловым, только без ферзей. Водя e1, водя d7, водя d1, водя d8. После многочисленных разменов получается типичная эшбильда вариантов с разменом пешки dc и d. У меня в партии Павловым точно такой эншбильд получился. У черных нет слабостей, а непонятно, как биом использовать тандем водя против слон. Водя слон против водя и конь. Романишин, который, как мы уже помним, играл ферзь b3, иногда играл ферзь d3 в седьмом году, и вот, собственно, он ходил водя c1. d на c сильный ход. Как мы видим, d на c почти всегда сильный. b на c, c на d, конь b5, слон b5, cd, ладя c1, ладя c1, слон c5. Черное удалось не потратить темп на вход ферзем, и сейчас они начинают давить. Конь d4, конь e5. Допустим, ферзь c3, возможно, нужно было ходить. Романишин пошел ферзь d1, и после ферзь d7, после а4, конь d5, ферзь d3, конь d4. Такой перевод на d3, пас на д белых, если белых уходит f4, ладя c8, тактика начинается, ладя d1, конь g6, король h1, конь e7, дальше разберем на d4, и черный выигрывает пешку. Ну, как мы видим, у белых уже проблемы были, белые пошли в ферзь леди в партию. Тюра Манишина играл комп брутус, компьютер, ферзь d6, конь b3, и неожиданный ход, элверенбург, с отбитой f2, король f2, конь f4, король f1, ферзь h6. Допустим, если белые пытаются здесь усилить, то после ферзь h2, они теряют три пешки, и атакой у черных, очевидно. А поэтому, ладя c3, Манишин походил, но тем не менее, так, тут надо было ходить в ферзь e2, судя по моему анализу. после ферзи d4, h4, атакой у черных, колоссальная, в итоге компьютер выиграл. То есть, как мы видим, после ладя c1, у белых могут возникнуть даже проблемы. Ну, поэтому посмотрим первую линию компьютера. Если я не знаю, что делать, смотри, как идут играть компьютер за белых. Это ход ферзь f1, он очень много плановый. Белые готовят ход конь b5, белые готовят ход d на c, по многих вариантах ферзь помогает слону выйти на h3. Ну, мы делаем наш стандартный ход ферзь e7, пытаемся поставить ферзя на b8, допустим, если белый ход ладя c1, выиграли на ферзь b8, d на c, d на c, c6. Вот это важный выигрыш темпа. Конь d4, водя c7, конь cb5. Тем не менее, преимущество двух слонов компенсируется слабостью пешки c4. Другой ход, конь b5. А вот теперь мы обращаем внимание на этот ход, конь b5, на ход ферзь c7. И в конце концов, нам окажется, что это неприятно. Но во всем по порядке. Слон b5, c на b, конь e4. Ну, здесь интересный ход у белых. Конь e5, cd, конь c6. Собственно, вся идея этого размина на b5 обеспечить форпост коня на c6. Конь e5, слон h3. Очередно сильный ход. Разменим вот белое свое коня, но, как мы видим, в конце варианта перевес малой длинки в белых можно отметить за счет того, что пространство мило черным не так просто развязано. Мы видим, это неприятно. Уводя c1 тоже не совсем приятно. Слон f6, конь d2, ферзь b8, ферзь d3, уводя cd8. Слон e4, если походить, то это не несет никаких дивидендов добьет, так как пешку d4 еще нужно отыграть, поэтому конь бьет e4, d4, конь e8, ферзь f3, слон d4, все меняется на d4, но и здесь лучше не бить на d4, а сон d5 выходить, и у белых определенное давление, но решающего усиления позиции не видно. Как мы видим, в этой позиции под конь b5 является неприятным, это уже должно нас насторожить. Ну и а4, это более такая идея, интересно, чтобы конем прыгнуть на b5 и ударить не пешкой, не c, а а. ферзь b8, но как мы видим теперь, что основной ход на b5 не несет неприятности, потому что черный не обязан бить, они ходят сон. b7, конь e5, a6, конь c3, конь бьет e5, d, ферзь e5, войдя, b1, ферзь h5, и после многочисленных разминов позиция абсолютно равная. Если белые пытаются ударить на c4 путем конь d2, мы бьем уже на d4, где там t минус, это идея слон ходит на c5, конь f6, потом слон выходит на b7, трансформация пешечной структуры не дала до белых перевес. После вводя ab1 такого ожидательного мы делаем тоже ожидательного слона 8, конь d2, c на d, получается приблизительно то же самое, что в предыдущем варианте, но суть в том, что бить на d4 плохо, ввиду того, что черные бьют на d5, у них компенсация за пешку за счет давления по длинной диагонали, поэтому fd3, конь f6, ваншет ваз ванц5, ну и здесь опять-таки пешка d4 черных удерживается, поэтому белые не получат перевес, но если сыграть вадят c1 более логичный ход, опять-таки слон f8, белые опять-таки могут выиграть материал, ну можно походить слон h3, конечно, d8, конь e5, и взять это качество, но оно невкусно, что у них опасно проходные пешки, поэтому конь d2, вадят cd8, конь d5, конь d5, слон d5, cd, конь d4, конь f6, приблизительно такой вариант как вы видели, на белом тяжело защищать диагональ h1, a8, ну и какой можно сделать вывод по этим ходам, этот ход слон b2 не приводил значительным успехом на белых, тем не менее стоит обратить внимание на новинку версии f1, дальнейший ход конь d5, и только практика может показать насколько велик перевес в этих вариантах, поэтому казалось бы это уже является плохим для черных, однако я вам покажу еще более плохие новости для черных, после чего можно усомниться в целесообразности идти на этот вариант вообще, и это ход в этой позиции конь b5, я проанализировал это еще очень давно и мне получилось получить эту позицию в активной шахматы против николаевского мастера фида Степана ну вот здесь он сыграл совершенно плохо как сейчас мы увидим черные быстро могут развалиться после хода конь b5 c на d конь fd4 d на c b на c ну и здесь найти не проигрывающий сразу ход очень сложно это ход конь e5 дальнейшей жертвой ферзя но тем не менее у белых ферзь и все шансы реализовать материальный перевес ну это активные шахматы мой соперник разниврничался не знаю понял ли он что это была домашняя заготовка или нет но походил ферзь e8 все закончилось очень быстро слон f4 конь h5 слон d6 очень сильный перевод слона слон b5 конь b5 h6 ну и здесь я немного сплоховал нужно было посчитать на три хода всего лишь водя e1 конь c5 ферзь a3 вот этот ход я не заметил в расчетах a по c a b слон e7 белые просто выигрывают качество и партию я сыграл чуть послабее слон e7 версия 7 вертся 7 но как мы видим тут все равно лишняя пешка и в итоге мне удалось выиграть эту партию ну теперь собственно более сильный ход конь b5 чем c на d здесь везде белые получают перевес двух сводок и давление в центре а на практике дама и партия с отцом это продолжение применялось всего пару раз как мы видим теория иногда может быть подслеповатой дамой ну более сильный ход это слон b5 данная позиция c на b и на венка ферси 7 когда слон на b2 стоял c4 была бы удачная идея но здесь после bcd на c ферси 2 нужно ходить конь d5 и а3 как партия инков базар 2008 год и белый большой перевес поэтому мы опять делаем наш стандартный ход ферси 7 чтобы перевести его на b8 ну допустим ферси в 5 действительно не несет огромное угроза после g6 мы ставим коня на e4 после dc конь c5 слон f4 ферси 7 и а1 кунь e6 нам удается развязаться но более опасные два хода первый из них это слон g5 бил пытаются разменять фигуры обычно для них не является выгодным но в данном случае это исключение из правил надо бить слоном на f6 войдя c1 белый завершает развитие готового решения по клипу в центре где fd8 dc конь c5 ферси b1 убирать ферзя теперь d7 конь d4 очередной сильный ход а слон d4 войдет d4 мы забираем на b5 белые бьют слоном на d5 и здесь чтобы получить минимальную худшую позицию нужно ходить конь e6 и после размена получается такой чуть худший эншбриде пешка на e6 слабая как мы видим это не очень приятно не менее неприятный ход слон h3 нужно ходить слон d6 и слон g5 в предыдущем варианте слон e4 не давать убить коня ада c1 белый все хорошо силы оставили h6 слон e3 можно конечно походить d на c h на g c на d ферзи 1 ада c1 ада c1 короче 2 дф6 но после всяческих разменов в ходе c3 нужно еще ход знать важный промежуточный ход и в самом конце варианта черное не дает белому провести пешку d7 ну как мы видим это тоже является очень сложным но слон e3 более человеческий ход ферзь b7 слон d7 dc слон c5 позиция белых грозная черные лишь чудом выживают конь e5 сильнейший ход после ферзи 4 задача попроще у черных получается равное владельное окончание после слон c5 белые выигрывают пешку на d5 но теряют на b5 и позиция равна поэтому конь e5 сильнейший ход ферзь d6 конь c6 белые добились самой главной стратегической идеей когда они били поставить коня c6 и несмотря на то что пешка у черных на d5 у них проблема этой позиции черные обращены на пассивную защиту мы видим этот вариант тоже является неприятным но более неприятным является ход слон e3 сразу белые еще не определяют как они собираются ставить слона e3 а делают человеческие ходы ставят сейчас воде на c1 и давят линиям d и c нужно ходить воде fe8 воде c1 вот здесь перзем надо ходить на b7 в данной редакции слон h3 опять-таки интересный ход слон g5 ферзь e4 ферзь d5 ферзь d5 ходе d5 ходе f6 в конце варианта положение черных кажется критическим но спасает ход слон g3 слон b8 король h3 король h8 но даже как мы видим и здесь h черных худший ну а конь e5 еще более сильный ход c на d слон d4 конь e5 слон e5 конь e4 разбина c8 ну человек может пожадничать hd5 но это опровергается ходом конь f2 и у черных все хорошо ну а более наглый ход слон e4 d e5 fd7 на ригу материал потому что выигрыша пешки черные забирают пешку на 2 итак fd7 ну и здесь единственный ход который ведет к оценке плюс равно это e3 как мы видим все очень сложно f e f6 если ходить f8 то его ходит в этот d7 и получает владейная n равный хотя его тоже нужно получается защитить но если f6 лишняя пешка слон d6 нужно ходить потому что слон d4 ферзь сбрывается и пешку забирает обратно слон d6 и получается такой вот n с лишней пешкой в белых как мы видим какой можно сделать вывод по всему теоретическому варианту который мы разобрали получается что у черных возникают везде проблемы в некоторых вариантах они получаются эти проблемы решать однако как мы видим конь b5 редкий ход ставит перед черным огромные задачи к уравнению которые они не могут решить так что как результат я советую собственно против закрытого каталона играть ход ферзь d3 это видео было посвящено до любителей каталонского начала которые не знают что делать с закрытым каталоном ходом как бороться с закрытым каталоном я рекомендую ход ферзь d3 и эта идея с ходом конь b5 потому что в следующем видео я расскажу как нужно бороться правильно против хода ферзь d3 и собственно действительно черное удается добиться уравнения однако также это видео было снято ради того чтобы показать что казалось бы в симметричных позициях относительно симметричных белых в закрытом каталоне имеются возможности для борьбы за инициативу ну как пример это прыжок конем за 6 неприятный самая главная приятность ну и давление поднимем c и d спасибо что смотрели досмотрели это видео до конца с вами был я